People should think, 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 think. Сегодня мы находимся с вами в клубе Бомбей, где проходит вечеринка пряного искусства Мэнди, организатором которой является Черкасское отделение Украинской Федерации Йоги. Это очень древнее и традиционное искусство Индии, Африки, Востока, Египта. И основной смысл то, что выразить в символике через язык символов некую особенность человеческого тела. Танец работает с телом и йога работает с телом. То есть с помощью йоги мы изучаем свое тело и меняем свою психику. Точно так же при помощи танца мы нарабатываем новые телесные упражнения, новые танцевальные постановки изучаем. И в то же время также развиваем свое тело и меняем его, усиливаем его силы и возможности. То есть танец дает энергию в теле, потому что это всегда живо, это всегда бодро. Мы слоны, мы утяжеляемся, утяжеляемся. Они наблюдали за стихиями, там очень все как бы плавная вода, там дорогие води. В моем понимании йога — это образ жизни в первую очередь, который включает в себя заботу о своем теле, заботу о своих удовольствиях, заботу о своем развитии в социуме, улучшении качества жизни, заботу о своих чувствах, заботу о своих опознании мира, о самопознании, ну и, можно сказать, в развитии в общем. Йога — это некая степень свободы, свобода выбора, свобода действий и самореализации. Думаю, что стоит вернуться к, собственно, событию, которое сегодня проходит в Бомбее. Ей пришла таковым образом, Валентина обратилась ко мне с просьбой организовать что-то, помочь донести до женщин нашего города, что такое само искусство Мэнди. И, естественно, как в прошлом организатор я решила сделать вот такую вот маленькую, уютную домашнюю вечеринку. Приятная компания, достаточно много незнакомых людей, но я могу сказать, что это даже незаметно, незаметно, потому что атмосфера настраивает на более-менее такой приятный, дружеский вечер, как бы на общение с людьми и всё достаточно приятно, я вам скажу. Если у тебя есть голос, ты умеешь петь, если ты умеешь двигаться, ты умеешь танцевать. То есть суть этих танцев является связь человека с природой, с землёй. То есть этот танец рождался в повседневной жизни народов Африки. То есть они видели стихи, они их изображали в танце, они наблюдали за животными, они это в танце как бы имитировали эти движения и как бы занимались собирательством, тоже эти движения, ну, как бы в танец воплощали. Поэтому это как бы танец земли, танец коллектива, танец общества, он как бы огненный, сильный, энергичный. На мастер-классы они очень даже тем, нужно сказать, они разбавляют общение людей и настраивают на позитивный лад. Йога — это прежде всего образ жизни. Если вы спросите у человека, что он делает, как он живёт, как он занимается, делает ли он какие-то чистки, голодания, что он читает, как он вообще, что для него такое развитие. Вы поймёте, человек от йоги или он зарабатывает этим деньги. Атмосфера здесь, как всегда, очень приятная, очень тёплая, очень позитивная и положительная. Всё, что могу сказать, ну, только самые хорошие слова. Йога — это читта, бритти, ниродха. И на эту тему в два с половиной тысячелетия пишутся комментарии, которые не поддаются счёту. Но только человек, который с опытом, который долго прозанимался, может уже на основе своего опыта сказать, что такое йога. Сам процесс, он завораживает, и уже вплетаешься в эти узоры, и получается, что он не настолько быстр. Было пару мастер-классов по танцам, но как бы на один из них я почти что попала, вот, ну, в силу, как бы, лёгкой скованности в движениях. Ну, в принципе, тоже было достаточно интересно. Я довольна результатами, я довольна тем, что от Валентины практически нету отбоя. То, что мы, в принципе, хотели, мы это получили. Я сегодня хотела прийти, услышала о Indian Party. Очень хотела сюда попасть, и не с кем было прийти, но когда пришла, увидела очень много своих друзей. Каждый следующий день, если он стал немножко лучше, чем предыдущий, это и есть йога.